И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Что тут не радостная шок? Воздуха на 8.33 минус 3. Вот он, снег лежит. Ну что, поехали. Я даже сегодня не стал парковаться по-другому. Посмотрим, как поведет себя машина. Я повторяюсь, у меня не летняя резина. У меня резина All Season называется. То есть, по идее, должно быть более-менее неплохо. Но как будет на самом деле, мы только с вами сможем по факту узнать. Во дворах у нас 100% никто не посыпал, как там посыпалось или нет. На улице мы сейчас узнаем. Минус 3 на самом деле не сильно много. У меня включается, кстати, антипробуксовочная система. Поставил на авто, хотя, в принципе, в снежную погоду не советуют. Но прошлая практика показала, что все подъемы и все-все на авто берется вообще легко. Так, ну тут здесь вечная лужа. Ледоколы ее с утра уже пробороздили. И мне ничего сложного уже не остается. Просто преодолеть и все. Уф, прям вообще. Никогда такого не было. И вот опять в Анапе пошел снег. Просто фантастические ощущения от того, что происходит. Эх, вздохнули, выдохнули и погнали. Дай бог нам, как говорится, чтобы было все хорошо и повезло. Вот так, пробуем резкие тормоза. Машина едет. Но АБС срабатывает. Правда, рывками, но мы останавливаемся. Это все сразу. Ох, как заносит, ребятки. Вот это, да. Хотя, смотрю, здесь что-то пытались посыпать. Видите, такой небольшой серенький налет все-таки присутствует. И смотрю, что дорога тает. Это значит, что были реагенты и был песок. Ну, песок с реагентами, походу. Вот посыпка была. Собак целая орда. Повезло, что они не кинулись под машину у меня. Прям даже очень повезло. Так, не знаю, что я опаздываю. Надеюсь, что Ашот без меня не идет на купание. Прям очень переживаю по этому поводу. И дай бог, чтобы нам все было хорошо. Так, машинки уже, смотрите. А вот те, кто на летней резине, хуже легко узнать. Они еле ползут. То есть, вообще, в принципе, стараются не спешить. Потому что в прошлый раз здесь был трэш. Люди есть на остановке, которые пытаются куда-либо уехать. Интересно, это вот здоровались. Или там что-то впереди происходит. Дети думают. И переживай, как говорится, по этому поводу. Ну что, самое сложное. Ну, хотя оно посыпано. Вот с левой стороны, смотрите, вообще, колея уже растаяла. То есть, значит, службы сработали как надо. И к утру у нас дороги готовы к передвижению, к работе общественного транспорта. Это большой плюс нашей, так сказать, администрации. Ну, может, и администрации, в принципе, они же руководят, да, всем этим. Если что-то плохо, мы ругаем администрацию. Значит, наверное, надо хвалить администрацию. Ну, в прошлый раз, когда здесь был у нас некий кололёд, вот эта гора принесла очень много аварий. Сейчас я вас смотрю, даже, смотрите, остановочки посыпаны. Прям очень хорошо. Здесь, в принципе, уже всё порастаяло. Поэтому от души благодарны, что люди могут спокойно доезжать до работы и пользоваться общественным транспортом. Спасибо. То есть, значит, всё функционирует, всё работает. Город-курорт оживёт. Это плюс. Так, смотрим на зимнюю сказку. Здесь, на Пионерском проспекте, вообще нравится больше всего в плане того, что здесь, друзья, у нас, ай-яй-яй, заносит всё равно на поворотах. Всё-таки надо быть аккуратнее. Если, допустим, выходить на хорошей скорости, то может вынести даже на бордюр. Вот тут, смотрите, вообще, дорога, лёд. С левой стороны немножко лужи были, они не промёрзли до конца. В общем, каток, чистый каток, друзья. Если кто-то резко выйдет перед машиной или машина, вот, допустим, та резко остановится, я просто не смогу остановиться. Но выглядит это всё равно очень красиво. Мне нравится. Так, у меня сегодня есть шанс искупаться так, как я хотел, то есть со снегом. Надеюсь, что всё получится. По крайней мере, я не сдам назад и в море зайду. Вот прям очень переживаю по этому поводу, прям очень-очень. Я уверен, что всё получится. Но всё-таки сомнения кое-какие есть. Почему? Потому что дует очень сильный ветер, и он мне, в принципе, мешает. Да я шо-то тоже. Потому что даже вот минус 3 было бы себя нормально ощущать при купании. Но так как есть ветер, то он усиливает эти ощущения, там, может, чуть ли не в десятки раз. Там можно ощущать минус 30. И это не ради красного словца, ну, как выглядит, это всё красиво. Просто смотрю на картинку на камере, просто фантастика. Я вот даже не знаю, как мне вживую нравится или как камера показывает. Всё-таки вживую, но более такое, знаете, тёплое. На камере, ну, такой больше, на эти холодные цвета. Вот не знаю, ошибаюсь я или нет. Потом напишите, какие у вас были ощущения, когда вы сейчас со мной ехали с утра до моря. Будем надеяться, что всё будет хорошо. И это будет радостное событие. Решо. Тем более, мы скучали вчера на морюшке. Мы не были из-за погоды дождливой, знаете, вот, и при минусе это прям очень тяжело сделать. Когда сухо, в принципе, почему бы и нет. Так, здесь у нас речка, может, не замёрзла. И давайте сворачиваем. Слушай, что я не вижу, кстати, следов Ашота. Вот это прям интересно. Или нет, есть, есть кто-то заехал всё-таки. Вот вы видели, сколько я тормозил, чтобы остановиться непосредственно перед. Будем надеяться, что что-то не ушёл ещё. Бац. Я прям мочился. У меня АБСК срабатывает просто. Вот не АБСК, а какая-то антипробуксовочная система. Просто вот так мигает. Тут-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Это получается, что колёса у нас буксуют очень сильно. И хотелось бы, чтобы сегодня вот Ашот именно опоздал. Мы заезжаем, получается, в другое место сейчас. На купание, чтобы не поможем Сину. Там через воду проплатил. Тут сбоку с краешку выходить. Да, походу Ашота нет. Прямо интересно-интересно. Ну, значит, мы будем его подождать. Как Джуна, да, смотрится красиво. В фантастический вид. Ну что, друзья, готовьте. Сейчас дождусь Ашота, подготовьтесь. Мы с вами побежим. И вы тоже так пока можете чаючку нырить. Но что, дача будет нереально холодно. Минус 3, 8,40. Посмотрите, сколько вам приедет. Так, что-то не особо хочется выходить. В какую-то погоду на улице. Вот это да. Ой-ой-ой. Ну что. Здравствуй, снег. Здравствуй, море. Солнце. Красота. Ай-яй-яй. Доброе утро. Как у вас и ничего? Отлично. Это шикарно. Ну, рассказывай, как ты ехал, что-то. Вчера целый день же шел дождь вообще. Вчера выехал, начал шлюзить. Ну ладно, когда торопиться не было. Вообще красота. Другой мир, да? Да нет, ну, лужа хорошая. Ну не просто, слушай. Вот я, честно, ехал сюда и переживал, будет ли нам мешать ветер. Вот пока мы здесь идем, ветра нет. Вот сейчас таки, знаешь, вот от пальца крестиков, чтобы там у нас тоже ветра не было. Да, спасибо. У нас ветра нет. Да, потом появился. Какая картинка-то. Ну, я буду надеяться, что все-таки... Ну, это, конечно, не тот с тех, в который ты купался. Так и не минус 12. Ну да, то есть, это такая лайтовая прогулочка у нас с тобой напляшена. Все равно я чувствую, что меня это должно порадовать. Зимняя, ой, какие вот, смотри, темные у нас красивые. Да, да. Как красиво, слушай, какие облачки, вообще просто фантастика. Так, самый главный вопрос, который волнует... Ну, всегда, готовимся. Готовимся. Готовимся, подготавливаемся. Так когда? Что, сегодня? Да, что, сегодня. Слушай, можно все это на самом деле? Я морально не готов, но до вечера, я думаю, можно наготовиться. Прекрасно, нормально. Единственное, знаете, в чем проблема, что завтра понедельник, и с нами не смогут тут пить. Они же просили в пятницу или в субботу это произвести действие, чтобы было возможности, так говорится, сесть и вместе поднять ремашку. Блин, вообще, как это смотрится, а, красиво просто. Вот, не знаю, как вам, у нас тут вот она появляется из-за угла. Доброе утро! И просто это выглядит нереально классно. Город, вот эти, заснеженными, как сказать, вершилками. Просто, да. Везет же кому-то, в таких местах красивых. Побегу, бегу, бегу, и все бегут. Как думаешь, как этим, где-то там море? У тебя машины, кстати, сколько показывал? То полтора, то два. То полтора, то два. То минус уже. А то это полтора, два, думаю. У меня минус три стабильно было. И вот минус один и два показывает у нас минус один и три. Чем ближе к морю, тем холоднее. Должно быть наоборот. Блин, конечно, пляж выглядит в общем-то. Побитым. О-о-о. Смотрим, в эту сторону. Заснеженные ряды. Анапская крыша-то. Да, Анапская крыша-то. Да, Анапская крыша-то. Да, Анапская крыша-то. Да, Анапская крыша-то. Согласен со шотом. На горах тоже не так уж и много снега. Хотя хотелось бы побольше. Побольше. Минус один и девять. смотрите то есть что-то мне не нравится сюда приходить на море ашот температура все ниже и ниже ничего страшного пойдем на бревно складем все и все будет хорошо ноги бац забуксовали ушел доброго то морюшка минус 2 мы дошли что-то не разулся похоже на сетку будем надеяться что нет я вторую бутылку не вижу насчет вот про вот это место говорится вам покажу какая-то бутылочка они это чайка солнце облака прикольно смотришь на на по и радуешься что она у нас как будто знаете где-то это северный город на мурманском горе есть возле моря друзья напишите на что похоже прям вот вид один в один у меня уже ноги замерзли так пусть купаться пойдем но все равно очень красиво это все смотрится анабские дюны море со снегом так пишите какая температура воды вам нравится какой вы представляете себе я вам скажу что у нас резкое похолодание плюс 7 всем один показывает ну все можно идти купаться пробовать чтоб как говорится начинал получаться не забывайте лайком поддержать настроение себе тоже в ваших городах поднять и снова седая ночь и только ей доверяю я что тут не радостно и что вроде бы хорошее настроение должно быть ну да ну да у кого у тех людей кто смотрит с той стороны за чашкой чая и видит как нам тут хорошо и прекрасно в Анапе то наши да ну скажи что летом рассчитали в те дни да муки насыпать седьмое сегодня да седьмое 02.0 2021 год вот можете смотреть 8.54 и тут очень быстрее в море на воздухе так вообще холодно вот эти кадры потом будешь смотреть и вспоминать как сейчас будет этот колокольчик это а я ребята холодно на самом деле как хорошо что далеко чтобы идти не надо запали в яд ну давай почему нет давай там холод да стоит ли стоит на регионе и там холодно конечно холодно зима ну что это бы у нас зимой было тепло а что там патарный колесеет лёд зубами как мы здесь на вайне отдыхаем да ой прям хорошо давай пробуй в лесу бы не удали лето в анапе мамы и папы море и желтый песок девушки парни кепки панамы вот он любви астралов лето в анапе мамы и папы море и желтый песок девушки парни кепки панамы вот он любви астралов Давайте там вдруг разошли, мы еще в тикток видео снимали, подпишитесь в юроводственном инстаграме, юроводственном, ребятки Ааа, прям холодно, ааа, тактика Офигеть, ветер поднял бы еще Ну и самое главное, что смогли и все получили Вроде пока еще заправлю до машины, а я уже только все получил Вверх упался Вверх упался Это просто офигеть, ребята, как холодно Догоняем отсчета Офигеть Не чувствую долг Быстрее машину А что тут холодно, зима, можно майку одевать Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу прохладно по очень-очень-очень смотрите лёд загрудилось вот опять такое ощущение что что-то у меня глючится звуком надеюсь что всё запишется речка бедная речка у меня по-моему даже телефон завёрз говорит ну нафиг такую погоду в Анапеле это даже говорить особо не хочется слушай ну мы туда шли прям обидно вообще как-то было так знаешь тихо хорошо не чувствовалось никакого ветра друзья а сейчас вот обратно ветерок поддувает ну ладно неприятный свет как говорится мы переживём можно ноги ещё в речке погреть теплее чем воздух ой прям вообще горячая речка хочу сказать вот он лёд уже появился ой сидят дома в тепле вот всё хорошо радуйтесь хоть и вдоль этим моментом ну хоть пойдём красим температуру это хорошо ну что бодрого доброго утра всего хорошего ну что полетели обратную дорогу вам друзья хорошего настроения пускай все ваши мечты сбываются у вас всё получается быстрее быстрее машину В общем, всем огромнейший привет во все ваши города. Пускай все будет хорошо и прекрасно. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский и Ашот. Соседи в машине тоже греются. Руки замерзли, все замерзло, друзья. Это действительно очень холодно. Пока.